вопрос от от а редвайт который отсылает к первому заголовку стрима два клуба пл заняли четвертые места в своих группах lc с чем вы это связываете и можно ли это назвать провалом это я уже отсылаюсь как раз таки к заголовку такое до этого случалось чтобы команда из-за апл занимала 4 место трижды в истории blackburn 95 city в двенадцатом и и до этого united в 2005 сейчас за один сезон сразу две такие команды но больше такого не будет что не будет групп ну слушай я с одной стороны мне кажется мне кажется что есть нечто есть нечто в том что этими командами оказались манчестер united и newcastle united дело не в том что там и там united дело в том что но все таки на фоне арсенала было разделиться да на фоне арсенала ливерпуля манчестер сити эти команды выглядят просто слабее по текущему уровню и вот ливерпуль и просто в лиги чемпионов нету как нам уже тут прислали вопрос конкретно вот про ливерпуль я я думаю конечно ливерпуль вышел бы практически из любой группы лиги чемпионов и все же на то пошло но в то же время если смотреть в каждый частный случай то я кризиса тут не вижу не вижу чтобы кардинально поменялось то как на команды из пл будут смотреть в мире в европе и когда их вытягивают каком-либо еврокубки я думаю что манчестер united просто несчастный случай то есть манчестер united очень проблемная команда но в этой группе они все равно показали второй по качеству футбол и следовательно в большинстве случаев без каких-то аномалий все равно должны были выходить до предоставили больше шансов соперникам чем должны были доложали намного больше чем должны были но в целом в целом я не не считаю что галцерай или копенгаген не просто сильнее манчестер united я не считаю что не даже на этом отрезке показали что по-настоящему сильнее манчестер united что касается ньюкасла ну тут мне кажется еще более простое объяснение это группа смерти и кто-то там должен был финишировать последним и как я уже говорил и тут не видно огромной разницы пропасти между первым и последним местом но в то же время нельзя сказать что место ньюкасла прямо сильно сильно нелогично но тут на самом деле ими второе место ньюкасла тоже нельзя было бы сказать что оно было бы сильно нелогично в общем я думаю тут то нет никакой тенденции есть объяснение у ньюкасла это в первую очередь касается силы соперников и у манчестер united касается нелезения если я постарался подробнее проговорить носив совсем простой категории то я бы таким образом сформулировал но следовательно ответ на там вопрос нет тенденции тут не видно провала какого-то глобального нет есть только вот просто результат конкретного сезона а